В женской исправительной колонии номер 4 поселка Советский Прохладницкого района отбывают наказание 375 женщин, совершивших различные преступления. Возраст их колеблется от 22 до 70 лет. Исправительная колония общего режима поселки Советский была открыта в 1942 году. До 2001 года здесь содержались осужденные мужчины. До 2001 года учреждение было переоборудовано и подготовлено к приему женщин. В настоящее время в колонии содержатся осужденные женщины из Кабардино-Болгарии, Северной Осетии, Воронежской и Астраханской областей. Ну в общем нормально, за исключением того, что нет свободы, а так условия содержания у нас нормальные. Здравствуйте, дневальная заголовка в отряде 60 человек, 24 человека с первой смены на промке на работе. То бишь тепло, очень у нас тепло. Есть комната приема пищи отдельно. Умывальник у нас горячая вода, почасовая, но горячая вода. Тумбочки у нас все в наличии. Табуретки у нас у каждого по табуретке. Тумбочка на два человека. В учреждении налажено швейное производство. Здесь созданы рабочие места для 80% заключенных женщин. Производство работает в две смены. Заключенные ищут детскую одежду, спецодежду и получают за это некоторые деньги. Их переводят на личные счета осужденных. Но к прибывшим осужденным женщинам предоставлена возможность получить начальное профессиональное образование в ПТУ. По специальностям швея, мотористка, парикмахер, оператор ЭВМ. После окончания училища им выдаются свидетельства государственного образца. Большинство обитателей колонии получили сроки за распространение наркотиков. Этот вид преступления относится к категории тяжких. Поэтому женщины осуждены большим сроком. До 8-9 лет лишения свободы. Говоря о содеянном, многие считают, что их осудили чересчур строго. Считаю, что исполняется неправосудный приговор. Я сижу за пучок лекарственных трав. Мне дали 9 лет. Обращалась и в Конституционный суд, и по правам человека. Везде администрация отсылает все бумаги. Приходят мне отказы. Ну, все знают о несовершенстве нашей судебной системы. Сам президент говорит. Но мы надеемся на лучшее, что что-то изменится. Может, что-то и для нас президент, правительство сделает. Может, какие-то снисхождения, как женщина. Это, наверное, вопрос многих. Вопрос выездных судов. Вот раньше сюда приезжал суд по месту. Ну, вот кто люди писали с выездом. Не вывозили на тюрьму. Потому что это очень проблематично. Во-первых, у нас люди трудоустроенные, которые приходятся им для того, чтобы выехать на суд с присутствием. Это им нужно увольняться с работы. Это теряется и стаж, это теряется и отпуск. И потом место свое можно потерять, потому что вновь прибывшие рабочих мест у нас хватает. Но желающих тоже много. А если бы он был по месту, приезжали сюда, то это было бы намного проще. Потому что многие хотели бы с присутствием. Потому что, я думаю, никто так за себя не скажет, как сам человек осужденный. Может быть, он нашел бы такой довод для суда, который, допустим, администрация за нас характеризует положительно. Но, может быть, чего-то там осужденное сказала бы за себя лучше. Среди заключенных есть таланты. Цыганка Лена Волкова один из них. Она является сценаристом и режиссером всех оправдализованных праздников. Очень сожалею, я осознала все свои ошибки. И очень хочу вернуться к своей семье родным. А очень хочу увидеть своих детей. И быстрее бы освободиться, чтобы быть с ними рядышком. Есть в колонии пища для души, книги, телевизор, концерты, праздники, молельная комната, где можно обратиться к Всевышнему с просьбой о прощении грехов. Я поездила по этапу. И в отличие от других мест, никогда не слушала нецензурной брани со стороны администрации. Никогда не было никакого недостойного отношения. Всегда общение идет как будто с равными. Ну а так что получилось так. Теперь нужно наказание отбывать. К сожалению, по статистике, примерно половина женщин отбывших наказаний совершают новые преступления. Редактор субтитров А.Семкин